Андрей Плетенчук, Мах и Волшебник, Духовный Целитель, Корректор Судьбы, Магистр Народной Медицины, Эксперт-оператор оздоровительных систем, Специалист по духовной практике и философии Высшей Юги, Инструктор внутреннего пути духовного самосовершенствования второго уровня посвящения. Тема, с которой будет он сегодня выступать, называется «Будущее человечества. Предсказания и пророчества». Сегодня мы узнаем про евангельские чтения, о евангельских чтениях, предсказания и пророчества в Новом Завете и Откровении Святого Иоанна, современный мир, о современном мире, предназначения и исполнения, пророчества от Ванги, оптинских старцев, Елены Блаватской, Иоанна Кронштадтского, Вещева Авеля, Даниила Андреева. Мы узнаем о модели структуры будущего общества. Мы познакомимся с анализом таблицы исполнения желаний. И произойдет материализация желаний от волшебника Ву Асуня. Андрей, если вы готовы, поставьте плюсик. Так, хорошо. Видим. Встретим нашего мастера дружными аплодисментами. Андрей, предоставляю вам слово. Пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Как мне слышно? Видно? Очень рад. Очень рад вашим восклицательным знаком. Прекрасно. Так, ну здесь много было нервотрепки. Надо очистить и на счастье энергетику. Я сейчас пока поставлю свой звон, колокольный звон, так как я являюсь и звонарем также в церкви. Чтобы он очистил чат и нас всех. А вы пока приготовьте баночку с водой, крем и мази для зарядки, маятник для проверки водички. Так. Сейчас загрузку сделаю, найду. Вот. Вот. Все. 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 Продолжение следует... 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 Угу, благодарю. Благодарю. Ну что ж, дальше продолжим. Кто-то хочет написать из тех, кто был на прежних встречах, что с вами произошло во время сеанса? Какие изменения произошли? Да, казахстанский. Жилой в Казахстане. Любовь. Так, у нас 55 человек в чате. Хотелось бы, конечно, еще отзывы оставить, но времени малое. Я сразу приступлю тогда к нашему записи, к нашей встрече по... Ролик показать все-таки, да? Ролик о том, какие результаты были во время зрительного сеанса? В прошлый раз? В прошлые разы? Ну ладно, пусть еще ролик... Еще один, посмотрим ролик... Так... По здоровью. По здоровью. Но у самой у меня была проблема. И связана она была как раз со здоровьем. Замечательно. Связана она была с тем, что у меня болели ноги и немного спина. Вот, я сама себе записывала трансовые техники, ну, видимо, или состояние какой-то усталости, когда ты занимаешься сам с собой, или еще не знаю чего. Ну, в общем, должного эффекта у меня не было. Я поэтому послушала еще на бесплатных занятиях, на которых Андрей Притянчук просто нам рекомендовал этот курс, я послушала его целительные сеансы. Сейчас, кстати, я хочу поделиться энергией, могучей энергией, которой владеет Андрей. В общем, я шла по комнате, у меня уже звучало, был вот уже этот вебинар шел, Андрей начал проводить свой сеанс. Вот, и я шла, находясь дома, на руках с внучкой. Внучке 5 месяцев, и весит она 7 с чем-то. Короче говоря, для меня этот вес тяжеловат был. И у меня такая мысль, как бы, что вот у меня ноги болят, а она тяжеловата, зря я ее тут тащу. И в этот момент я вдруг сама слушаю голос Андрея, и вдруг чувствую, что Катюшка становится прямо на руках у меня как будто невесомой, а ноги у меня, ну, все, вот как здоровые. То есть, вообще, я перестаю думать о ногах, потому что у меня тело-то становится самой легким и чуть ли никак невесомым. Вот это меня настолько изумило, вот это состояние, ну, просто, ну, могучего экстрасенса, вот, что я прям сразу же тут уже Катюшку положила и начала в оба уха слушать, внимать. В общем, так я попала, да, еще расскажу, что в этот же момент времени, кстати, мне по телефону позвонил папа. А папа мне еще дня два назад, как бы, вот, звонит и говорит, Валя, ты что-то я приболел, не могла бы ты мне помочь. Вот, я говорю, что такое, ну, как бы, сама чувствую так, что простуда. И я говорю, слушай, папа, подожди, то есть он, как бы, ожидает, что я сейчас буду сама с ним разговаривать, леча его, а я говорю, подожди, тут человек один выступает, такой могучий. И подставляю трубку телефона к колонке. И папа слушает минут пять. После этого он мне говорит, Валь, слушай, ну, силы добавились. А я по голосу уже чувствую, что у него другой голос. Знаете, когда он уже более звонкий и темп такой уже более, ну, более быстрый, динамичный. То есть вот это вот за пять минут я почувствовала исцеление своего папы. А на следующий день он мне уже позвонил и уже бодрым, здоровым голосом уже говорил о том, Валь, я выздоровел, всю ночь спал хорошо, вообще замечательно. Ни разу не кошельнул, чувствую себя хорошо, дышу хорошо, все нормально, силы есть. Вот, и я считаю, что это вот такой целительный сеанс сделал Андрей. Все. Благодарю. Благодарю. Так, открываю чат. Давайте теперь настроимся друг на друга. Создадим общий эгрегор в чате. Руки поставьте на экран. Я проведу энергию своей по вашим рукам, вашу чувствительность проверю. Так, поставили. А, хорошо. Замечательно. Кто ощутил, поставьте плюсики. Кто не ощутил, ничего. Минусы. Не имеют руки и ноги во время сна, теперь боюсь спать, Лера. Так, плюсики. Марина, минус. Чувствую каждый палец. Так, Лера, непонятно, я. Это что, плюс или минус? Почувствовала или нет, почувствовала. Так, еще, еще. Волной. Ага. Еще минусы, плюсы. А вот, Татьяна, минус. Прекрасно. Ну, дальше тогда. Поработаем по раскрытию наших каналчиков. Потерли руки. На чувствительность поработаем. Соединили их вместе. И представили, что между пальчиками резинка. И вот вы ее пружинка. Растягиваете. И ощущаете вот это вот стягивание ваших пальцев. Поработаем. Вы ловите эти ощущения. Чувствительность. Тем самым вы энергию свою накачиваете. А теперь, будто бы у вас в руках воздушный шарик. И вы упругость его почувствуете. Как бы сжимаете его. Нагнетаете туда энергию. Замечательно. Замечательно. Я вижу, у многих уже получается очень хорошо. Вот теперь свой шарик энергетический. Водичку. Вложите. И проверяем. Так. Отрицательная энергия. Амплитуду увеличилась значительно. Как у вас. Результаты. Есть ли изменения? Я так хорошо почувствовала. Замечательная вера. Ага. Есть. Воды выпуски из результата. Так же, как и у вас. Есть. Зашкаливает. Вообще здорово. Мира. Хорошая амплитуда и скорость. Прекрасно. Прекрасно. Так. Ну что ж. Давайте еще по каналчике ваши проработаем. Пораскрываем. Послушайте свои руки. Своё тело. Но чувствительность еще поувеличиваем. Поработайте с ним. Направьте руки на экран. Так. Замечательно. Замечательно. Остолщите свой организм. Сыпайте руки. Снимаем блоки. Очень хорошо. Так. Напишите. Кто что почувствовал. Потом, когда притрунулась к воде, что-то исчезло. Информация снова исчезла. Ничего наберется. Покалывание. Волны по телу. Потоки сильные. Тепло в руках. Ладошки покалывали. А в теле, интересно, были ощущения. В позвоночнике. Ирина ничего не почувствовала. Мурашки побежали через руки. Спину и ноги. Покалывание в ладонях. В подушечках. В пальцах. Да, вода стала вкуснее. Мурашки по рукам. Сначала началось учащение дыхания. Потом успокоилось. Позвоночнике тепло. Да, были ощущения у Любасы. Замечательно. Ну что ж. Сейчас я вам представлю. Сначала, наверное, покажу. Потом прикрою. Чихать начало. Чувствую простыло. Будем лечиться. Будем лечиться. А, вот она. Так, под дыхание. Сейчас, минуточку, найду. Здесь не очень видно у меня. Так. Вот он. Кажется. Вот, ага. Вот мы с вами сейчас должны, нам необходимо сформировать вот такой вот тор между собой. Я нахожусь как бы в центре этого тора. Вы будете посылать мне энергии от вас в мою левую руку. А я вам посылать буду вправе. Как бы через вас я буду пропускать свою, через себя эту энергию и послать к вам. Концентрируя все ваши посылы. Посылы не ко мне, а ко всем. То есть вы сами будете оздоравливать других людей. Представляя, что они здоровы. Формируя у других людей, у тех, кто собрался в этом чате. Что у них вот те системы, органы работают гармонично, слаженно. Изображения нет. Есть картинка. То есть мы будем эти энергии, вот вы направляете в центр. И из центра к вам пойдут такие же потоки, мощная энергия от всех участников. То есть вы будете сами целителями сейчас. Исцелять всех тех, кто находится в нашем чате, в нашей комнате. И в конце концов мы сформируем вот такой вот тор. У каждого человека целительный, который будет работать на вас и очищать вас. Концентрируя энергия всего чата будет направлена к вам. Формирование такого тора. И чтобы легче вам представить, вот эта внутренняя картинка этого тора. Гармоничная. Структура гармонизатора. Вот его мы будем формировать. Наше тело будет подчиняться вот этим вот структурным изменениям. Я сейчас беру картинку, чтобы лучше мне было видно, покрупнее было. Открой чат. Направили на меня руки. Посылаем мне через меня энергию всему чату. Я направляю со своей правой руки вам эту энергию, концентрированную десятками человек. Начинаем исцелять других. Исцеляйся от себя. Итак, энергия пошла любви. Молодцы, молодцы, молодцы. Энергия проходит через вашу левую руку. Солнечное исплетение. Правую руку. И идет ко мне. Непрестанный вот тор возникает. Я в центре. И вы. И вокруг вас идет. В центре вашей груди, в солнечном исплетении, возникает огонь. И продолжает путь. К вашей руке, правой, идет ко мне. И от меня уже к вам снова. Циркуляция, чтобы не нарушалась. Молодцы, хорошо. Этот огонь увеличивается, вращается. Маленький такой тор возникает. Огненный шарик. Он начинает сжигать негативные программы, которые находятся в вашем организме. Расширяется. Стороны вверх, вниз. Увеличивается в размерах. Продолжаем пасылать. Прекрасно, прекрасно. Молодцы. Очищает ваши легкие бронхи. Щитовидную железу. Печень разрушает все негативные программы. В которой есть все шелаки и токсины, которые накопились в печени и в легких бронхах. Связывает и уносит. Очищает. Убирает. Из органов. Очищает кровь. Разрушает тромбы. Сосудники. Стенки сосудов делает эластичными, крепкими. Представляем, что-то у всех в чате это происходит. В нашей комнате. В Грегоре нашим. Молодцы. Вращается, захватывает все тело. Вращающийся тор. Скорость его увеличивается. Частота увеличивается. Разрушает любые негативные программы. Ногам делается легко. Рукам тоже легко. Сердечный ритм налаживается. Восстанавливается давление. Гармонизируется. Убираются, сжигаются все ненужные программы в организме. Наши эмоции. Негативные эмоции. Обиды. Страдания. Страхи. Сжигаем. Молодцы. Сердце работает здорово. Здоровое сердце. Сигналы. Меридианы. Очищаются. Пробиваются. Сизоторы убираются. Молодцы. Молодцы. Ваши желания. Воля. В районе пупка. Чакровая система. Чакры. Вы достигаете желаемое. Тоже формируя свое желание, вы его достигаете. Воля. Хватает вам напора. Чакры. 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 Целеустремленность. Целеустремленность. Сердечная чакра. Душа наша. Чувствительность. Восприятие окружающего мира. Общение с миром окружающим. Восприятие его. Отдача и прием. Формирование. Молодцы. Горло. Чакра творчества. Раскрываются творческие каналы. Активизируется чакра. Начинает в гармоничном форме работать. Создавая ваши возможности творения. Сознание раскрывается. Убирается все, что мешается вашему творчеству. Восприятие. Прекрасно. Третий глаз. Видение, чувствование окружающего мира. Восприятие, осмысление информации, проходящей через вас. Просмотр внутрь себя. Раскрывается, очищается. Работает наш третий глаз. Макушка головы. Связь с космосом, со вселенной. Закручивается тор. Бокруг вас идет вверх. Столк света падает на вас. Центр головы. Проходит через ваше тело. Идет. Опускается. Центр земли. Проходя через ваше тело, очищает всю грязь, все негатив, которые находятся в вас. Всю темноту. Уводит вниз и сжигает в центре земли. В ядерном реакторе земли. И оттуда поднимается столб энергии. Энергии к вашему телу. Встречаясь с энергией света, идущей с неба, закручится мощный энергоинформационный тор, канал, очищающий энергию всего вашего организма, всех чакр, всех тел, тонких тел, физического тела. Внутри. Окончание, нервное окончание. Клеточки восстанавливаются. Мозг, сосуды мозга, очищаются. Устаревшие старые клетки, негативные, плохие, убираются из организма, выводятся. Нервные клеточки окончания, через позвоночный столб, формируют сигналы ко всем органам и клеткам организма. Взаимобратные сигналы. От клеток к мозгу. Восстанавливаются позвонки. Тело упругое, гибкое, пластичное. Молодцы, замечательно. Вы все как гимнасты, гимнастки. Прекрасно. Теперь представьте, попросите прощения и простите всех своих родственников, детей, родителей, внуков, правнуков, мужей, жен. За все негативное, что вы могли им причинить. Даже за их представление, что вы им причинили. Даже если это не так. Просто попросите прощения. И простите их за то, что они вам причиняли боль. Знакомых, незнакомых, которые когда-либо с вами контактировали, встречались. Которые вас обижали. Или которых вы обижали, по их мнению. Попросите прощения и простите. Отпустите. Все, что вас держит внутри. Молодцы. Теперь, кому вы хотите помочь, своим детям, родителям, то есть проблемы. Просто мысленно представьте, что они находятся между мной и вами. И вот от вас и от меня эти энергии проходят через них. Очищая их от огромного нашего эгрегора. И вы уже видите, что они здоровы. Они улыбаются, радуются жизни. Решаются их проблемы. Жизненные, семейные. Молодцы. Теперь возьмите мысленно водичку, кремы, мази, которые у вас. И также поместите их внутрь нашего эгрегора, недалеко от меня. И также пропитываемся теми программами, которые мы составили. Нашему эгрегоре. Пропитываем этой энергией их. Воду, кремы. Замечательно, молодцы. Энергии остаются с вами. Они продолжают работать. Очищая и гармонизируя вас. Аминь. Благодарю ваши отзывы. То, что почувствовал. Какие изменения произошли в вашем организме. Можно сразу проверить водичку. Так, что у меня. Так, отрицательные. Нет, ноль. Положительные. Раскрутка пошла. Больше, больше. Прекрасно. Возьму рамочку. Покажу. Так, ну-ка. Так. Пошли уже обороты. В одну, в другую сторону. Скорость большая, да? Мотал и по часовой, и против часовой стрелки. И вперед, и назад. Здорово, Лера. Здорово. Благодарю. Благодарю, заново родилась. Дрожь, жар, приятные энергии. Супер. Благодарю, Андрей. Как будто очистилась. Есть сомнения в этом, да, Ирина? Так. Этой водичкой можно пользоваться буквально в долях. Капельки добавлять. Тепло на сердце. Радость. Благодарю. Смотрела по рамочке. Крутит. Воду, в чай, в супы. Куда угодно добавлять. И эта вода будет приобретать новые свойства. Вот ваши целительные. И пейте ее постоянно сейчас. Вот хотя бы пока все не выпейте, пейте, пейте, пейте ее. Потоп прерывался. У меня вроде было и так хорошо. Только стало лучше. Замечательно. Чуть не уснуло. Было так жарко. Ясно. Потому что этот процесс определенное время требует еще, чтобы водичка, она будет помогать вам запомнить, запомнила информацию, которую мы с вами. И это будет передавать информацию вашему организму. Чтобы вывелись, вывелись все шлаки, все токсины, проработались ваши легкие, печень, почки и так далее. Руки сильно устали, особенно левые. Левая чесалась ладошка. В руках жар в теле, приятные ощущения. Тепла. Руки расходились. На всю ширину было качание тела. Коску нет, гонишь. Примастилась на моем стуле и не уходит. И кремы тоже, да, кремы тоже используйте. Раны заживлят любые. Ноги, руки, болезненные состояния, отеки там какие-то, будет очень быстро все проходить. Замечательно. Замечательно. Ну, продолжим дальше. А дальше вот что. Как я стал волшебником? Наверное, хотелось бы узнать, да? Кто хочет узнать, как я стал волшебником? Кошка тоже сзади на кресло села, а сидела просто рядом. Ну, кошкам тоже надо энергии. Хочется. Да, Ирина? Желает узнать, как я стал волшебником. Колокол. Так. Да, я... Угу. Так. Я У. Прекрасно. Да, как вы стали? Ну, я не всегда был волшебником. Мечтал всегда им быть. С детства читал сказки. Очень любил сказки. Надеюсь, и вы любите. Кто такой волшебник? Объясните. Нера, действительно, кто такой волшебник? Сами сможете рассказать об этом. В этой сказке, и вот в волшебнике, я читал в сказках волшебные сказки. Как взмах волшебной палочки, и происходили чудеса. Дворцы строились, и кремы зарядились. Да, можете проверить с помощью рамочки, с помощью армайдника. Но в советское время говорилось, что чудеса нету, что Бога нет. А потом, когда началось время перестройки, появились первые экстрасенсы, и появился курс. Я тогда был жил в Пустанаве. Я пошел на этот курс. То, что я узнал, перевернуло мою жизнь. Было до этого курса и после. Я узнал законы Вселенной. Мне показали, что можно чувствовать энергию рук, энергию тела других людей, видеть органы, очищать все это. Волшебник добрый, колдун злой. Понятно, Лера. Расскажите, пожалуйста, Ваши теперешние жизни в связи с тем, кем Вы были в прошлой жизни, Павел. Да, я был в свое время апостолом Павлом. Наверное, Вы уже читали в представлении моем. И у меня есть своя миссия на земле, определенное предназначение. Апостолы здесь все есть. Все 12 апостолов. Ну, я, как говорится, 13-й был тогда в свое время. есть апостолы. И апостол Петр родился при мне. Мой сын. Ну, бывший мой апостол Петр. Его имя также Петр. И это рассказывается в моей книге. И о том, что со мной происходило, о тех чудесах, что со мной происходило. Рассказываются в книге «Чудеса и прозрения». Сейчас Елена или Галина сбросит вам ссылочку. И если я сейчас презентацию найду, вот об этой... Так. Так, не могу сейчас ныть. Вот я убираю это. Так. Сейчас нытьку. А вот она. Нашел. Нашел. Так. Что-то не могу сориентироваться и то и другое показывать, чтобы показывалось. Вот эта книжечка моя «Чудеса и прозрения», которую вы можете приобрести. 500 рублей стоит она. И она рассказывается о том, кем я был и кем я стал, о курсах, которые я вел, о том, что мне приходилось общаться, приобрести сознание Христа. Ну, Христос говорил же в своем время, что через меня вы все придете к Богу. А что значит через меня? это значит, что мы приобретем сознание его, сознание Бога. И когда происходит осознание этого, и многие чудеса происходят с человеком. и вот во время я читал лекции, какие чудеса на лекциях были, как приходили ко мне люди с прошлых воплощений вот до восстания Спартака непрекаянные души приходили, но они не были убиты, но не были погреблены, и вот их непрекаянные души ходили до сих пор. И вот как нам удалось очистить их и поднять с плотного плана земли. Как вы узнаете, как энергия света во время наших занятий прямо спускала с неба столб света, общение с родителями, со своим отцом, и многие приходили ко мне души умерших людей и поросили за тем, чтобы за них помолились к родственникам и многие другие цитральные путешествия и так далее. Общение с Вангой было не в физическом теле, а в тонком теле. Когда она приходила в нашу группу и рассказывала о том, что нас ждет, о том, как мне удалось в этой книге я рассказываю сломанную лапку, которая болтала буквально на коже котенка, приживить и сделать здоровой. Ну и многое, многое другое. Также рассказывается о том, как встретился, о том, как родился ребенок, который был рассказан в Евангелии, описанном в Евангелии, глава 12 в Откровении. Это было вообще, конечно, чудо удивительное. Перед рождением ребенка, до рождения, где-то ему три месяца зачатия было, появляется ангел, Архангел Гавриил и говорит, что ребенок, который родится, будет посвящен Богу, и этот ребенок указан в Евангелии. В каком месте? И показали на 12 главу. Явилось на небе великое знамение. Жена, облегченная солнцем, под ногами ее луна, в крови святого Иоанна. Она имела в очревии и кричала от боли ему к рождению, и другие знамения явились на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, на головах его семь дяди. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которая надлежила родить, дабы, когда он родит, пожрать ее младенца. И когда родила она младенца мужского пола, которому надлежит почти все народы жестом железным, восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Более подробно вы, конечно, прочитаете в книге «Откровение, чудеса и прозрение». Немножечко неправильно пророчится, а «Прозрение» эта книга называется. Сможете определить, получите много интересной информации о том, кем он стал и то, что было после того, как предсказание это произошло. Дальше тема сегодняшнего будущего человечества предсказаний пророчества. Это значит, что нам хотелось бы понять о том, что же происходит сейчас в мире, что за процессы были запущены в этом мире. Но многие уже знают, что наша планета плотное тело и наш физический мир соприказается с тонким миром, физической и тонкие планы бытия между собой смыкаются, плотный становится более разряженным, а тонкий мир становится более плотным. Кто знает об этом, поставьте плюсик, а кто не знает, минус. кто первый раз услышал эту информацию, что наши миры плотные и тонкие смыкаются. Ага, Татьяна плюсик. Знает. Но я знаю, что не все знают это. не все слыхали об этой информации. Я приведу несколько прочитаю из одного чата, сайта материалы. Тема 2014 год мир после квантового перехода. Все еще помнят ожидания 2012 года. Страх неизвестности, ожидания катаклизм, которыми нас пугали. Переход состоялся, но не там, где его ожидали. В январе 2013 года было рассказано об эксперименте, который длился 10 лет. С 2003 года ученые-ядерщики работали с атомом водорода онсепротон, и зафиксировали сначала пульсацию частицы протона. Он то уменьшался, то снова становился обычных размеров. Ученые считали это ошибкой, влиянием других составных частей извне, но в конце концов протон принял новое значение. Было сделано открытие, что частица протона уменьшилась на 4%. Изменилось все, его скорость, вращение, направление, диаметр. На первый взгляд подумаешь, протон изменился, ерунда, но вслед за ним поехала вся органика, так как она состоит из водорода, поменялась плотность материи. Левашов писал о свойствах материи, что мы перейдем в другое пространство, где будет больше света. За протоном двинулись и остальные частицы. И то, что считалось ядерной физикой незыблемым, предстало совершенно в другом виде, чужом, словно мы инопланетяне и попали на другую планету. Те законы, которые были установлены до 2013 года, вдруг перестали работать, потому что плотность материи стала другой. Это огромная работа многих лабораторий, научного мира, заставила ученых всего мира сплотиться, забыв все распределения. Порядка десяти ведущих институтов атомной физики реактор лазерной техники перепроверяли друг друга, но все время приходили к одной новой величине атома водорода. Если судить по законам трехмерного мира, то это невозможно, но тем не менее физика начала раскрывать свои измерения. новые измерения. Это подтверждает астрофизики расчетами многомерности нашего пространства. Мы уже живем в новом измерении. Состоялся квантовый переход. Частица с одного уровня энергии перешла на другой уровень энергии. При этом повела себя как нейтронная звезда. Была большая и стала маленькой. Считайте, что мы живем на другой планете, поэтому все законы начинают работать по-другому. Ученые сталкиваются с этим на каждом шагу. Наши законы это мир прошлого. Вот то, что знания раньше были. Январь, март 2013 стал богатым на радикальные научные открытия в астрономии и в астрофизике, которые посыпались из рога изобилия. Здесь очень много интересного рассказывается. Но принцип понятен. Принцип понятен, что мы становимся другие, наш мир изменился, и квантовый переход состоялся пока на малых частицах, но ожидает нас квантовый переход всего нашего организма, всех тел и всей материи, всей планетной структуры на новую форму энергоинформационного новую форму мы приобретем. но этот процесс уже так идет то, что сближение происходит плотного и тонких тел, мы заключаем из того, что многие стали видеть ангелов своих, архангелов, общаться с родными, с близкими, которые умерли, у многих стали проявляться возможности необычайные, раскрываться генетическая память, прошлое. Говорилось, что в Евангелии также говорилось, что человек приобретет не вспомнит, а как мертвые встанут, да? Ну, как мертвые встанут? Не встанут мертвые. Просто мы, наша генетическая память раскроется, мы вспомним все наши прежние воплощения, кем мы были раньше, мы вспомним все. Эти процессы уже идут, и обучение идут в разных там, есть институт такой, реинкарнационники, много чего мы можем вспомнить, и мы будем, наши возможности возрастут многократно, еще, еще, еще. Этот процесс ускоряется и ускоряется. Что-то я не вижу, что с чатом. Меня слышно, нет? Ага, вот. Хорошо, это, думаю, зависло. Благодарю, Татьяна, за ответ. все хорошо, замечательно. Далее, что еще мы можем, и вот когда я проводил в прошлый раз встречу, проводил курсы, вот в декабре это курс был, телепатологов, телепатологов, то есть курс духоведения. И вот на этой встрече люди, те, кто был, научились очень многому. Многому считать информацию тонких тел, видеть прошлое, настоящее, будущее, общаться с ангелами, архангелами, общаться с ангелами, душами умерших людей, своих родственников, предков. К сожалению, я сюда не загрузил отзыв об этом, но кто желает именно попасть на этот курс, он будет, правда, в записи, но можно будет, я буду контролировать те, кто будет проходить курс, будем давать по одному занятию, после каждого занятия я буду давать задание. Чат определимся и выполняется задание в следующий день. Будете так, что не только в записи, но и живьем будем общаться по этому курсу. Галина, сбросьте, пожалуйста, ссылочку на этот курс в духоведении и продолжим дальше рассказывать о том, что же нас ждет. Почему я остановился на этом курсе? Потому что в группе, которая образовалась, дал задание посмотреть, что же нас ожидает в будущем. А вам интересно узнать, что же нас ожидает в будущем и что сказали наши телепатологи, которые прошли этот курс. Кто желает это узнать? Что-то тишина. Или у меня чат не работает? у меня стоит отключено, я не могу понять. что-то не... не... Я не вижу отзыва чата, не могу не закрыть, не закрывается у меня, так как меня слышно, я только вижу одну Татьяну, что она плюсики и ставит, а всего чата я не вижу, закрою вот это, открою чат. Я не вижу откликов, не вижу ни одного отклика, почти что у меня с чатом не в порядке. Ладно, я думаю, что вы меня слышите, видите, жаль, что не тут. Сейчас отзывы отклика. Ну далее. Что сообщили терапатологи о будущем по Израилю? Что в 2016 году такая большая вероятность, что на Израиль может напасть террористический фронт Аль-Нусра, будет бомбежки и гибель среди мирного населения. По Сирии. По Сирии. Я посмотрел, что будет в Сирии. Сначала печет язык, тут и война, тут и языки про Путина, но свет идет на Сирию с небес. Сначала немного, потом светлое пятно. Думаю, что это перекроется светлым местом ИГИЛа. А потом в груди возникло чувство свободы, освобождения. В общем, все будет хорошо. По Украине. Это, конечно, всех интересует Украина. Это злободневная и боль всего мира нашего. Потому что русские, украинцы, белорусы, все наши республики постсоветского пространства считаются как бы нашими, и вот наши родные, близкие. Мы переживаем, и братья наши. Валентина, что я увидела по Украине? От Новороссии, она, кстати, светлым большим пространством представлена в голове, поднимается как разводной мост на Украину. Идет схлопывание этой части Украины. То есть, ее же ворота на нее же и ложатся. Расшифровываю. Отсоединяется. Далее, что-то станет губить это правительство. Но это еще было до переворота. Информация пришла. И правительство, как вы знаете, переворот произошел в Украине. Еще увидела, как два глаза и вершины моста смотрят на Новороссии. Думаю, наблюдать будут. Но враги не сразу же уберутся. Украина черная. Вот Елена Ермошина здесь говорила. Как будто горячая, как будто под землей что-то очень черное и горячее есть. Даже реки серые и мутные. И что же там притянуло? Да, вот Елена подтверждает, что это так. Она это говорила. И что же притянуло? Почему на Украине такое происходит? Из-за чего? И как от этого избавиться? Татьяна сообщила, что народ сами притянули ситуации. И я зачитываю, как она сообщила. Они прямо как проститутки продали свою землю. Вот это предательство, это желание, отказ от взаимодействия, от родственных наших связей привело к такому расколу. Что это привело к тому, что сменилось правительство. Правительство не сменилось, а захват, ну, Америкой практически власти на Украине. Что Украина стала маринеткой. Отказавшись от России, ставит мариненеточное правительство. И украинцы, каждый украинец, живущий в стране, чтобы изменить вот эту ситуацию, должен принять на себя вину всего народа Украины. Через себя пропустить ее. Покаяться за весь народ. Вот за это предательство братского народа. И за то, что мы продали свою страну другим. Даже сами-то хоть и не продавали, но вот эта вот карма на народе находится. И вот происходит очищение. Вот через вот эти вот, через страдания, то, что получили, приходит осознание очищения. Что же? К чему это привело? Изменения. Зачем закрывать было чат? Вот все вроде бы открылось, вижу уже. Скажите про Донбасс. Так, скажите про Донбасс. Ну, я сейчас начну считывать информацию. Это долгое дело. Там я не вижу сейчас каких-то конкретных. Входить долго. Я не буду в другие информации. Да, сегодняшняя встреча прошла на проверку нашего терпения. Дальше я расскажу о в Америке. Интересно знать, что произойдет в Америке. Будет ли война с Россией? Или не будет? Кому это интересно узнать? Про Россию обязательно расскажу. Мне интересно знать, да? Интересно. Хорошо. А Америка-то двинется. На Америке у меня возник запах парафина. О парафинице она говорит. Это о нашей стране, то есть о России и Америке. Как бы разделение идет. Войны не будет. Наша страна под куполом, под тройным куполом. А как отодвинется Америка? Материка что ли отодвинется? Нет, влияние ее отодвинется. К себе пойдет она. Ну и с материком что-то. С холодом тоже связано. В Америке вижу, как бы не землетрясение, вскрывается что-то. Еще два глаза точки, или как настороженный зверек похоже. Что произойдет? Какие-то катаклизмы из-под земли. Как бы снизу крышку открывают. Это, наверное, газ. Но то, что они разрабатывают, и будет авария. Кстати, про Америку. В Америке сначала землетрясение, потом вулкан. Но это разные говорят, я просто зачитываю, какие информации. Меня больше два глаза интересуют, волнуют, из темноты смотрели. В Америке. Слезы увидела у них. Тоже вижу газ. Кажется, что целый город уйдет под землю. Что-то просящее от Америки пойдет. Но все еще есть возможность остановить это. И за что это происходит? За разрушение в мире. Такая информация, что американцы просто сами реально копают себе яму, куда провалится город. Мое глубочайшее уважение. Я хорошо знаю в Библии тот начаток, в котором вы сказали, это победители, которые будут восхищены до начала столбы на земле, встретиться на небесах с Христом за Приднестровье. Новороссия. Новороссия. Вот сказать в России, да, вот по Украине будет соединение Россию с Украиной. Я вижу это. Вот сейчас все идет сближение, очищение. Связи с Украиной происходит. Я не знаю, сколько это пройдет времени, может быть два-три года, и Украина в конце концов восстановится, гармонизируется, и будет сближение с Россией. Добавляет станцию ГАЗ, травить нашу Донбасскую землю. У них провалится эта затея у американцев. Не получится. Пойдет улучшение на Донбассе. Про Казахстан интересно. Я вижу, что он пока отдельно от России, но идет очень тесные взаимосвязи с Россией, как с дружества народов. Достаточно, я сейчас не смогу все это увидеть, что конкретно интересует вас. Вот. Еще по России, я хочу вот такую информацию. Наверное, вы знаете, что в России идет тихая экспансия Китая. Тихой Цапой, они захватывают наши области, особенно на Востоке, в Сибири, вырубают леса, в центральной части сделают свои теплицы, выращивают геномодифицированные продукты, нас ими кормят. Так вот, информация такая была, что в отношении с Китаем проползает черная змея между границей. Китайцы получили облом своих планов по отношению к России, и развитие Востока, думаю, остановит ползучую экспансию Китая. Развитие Востока. Информация. Вы, наверное, уже слыхали о том, что идет юнибусы скоро будут ходить, скоро будет небесная дорога создаваться. Вот она будет развиваться как раз с Востока на Петербург будет дорога идти. Нет, у меня со всеми воплощенными апостолами нет связи. Да, интересно, но я сказал, что там будет все нормально. Итак, получается, что идет развитие, и благодаря этому развитию жители многих городов, больших городов, будут переходить на землю, жить на земле. вдоль этой скоростной трассы 500 км в час будет двигаться маршрут юнибусы, и будут сформироваться новые города, линейные города называются. Люди уже сейчас приобретают землю, и буквально за 500 км от час до Москвы доехать, до любого другого города можно селиться, поэтому города многие пустили. Только будут приезжать на работу туда. как будет чувствовать себя доллар. Но я просматривал по доллару, какое-то время он еще держится, но вот после провала, после беды, трагедии с городом в Америке естественно и в доллар провалится. вот когда это будет я не знаю, кстати, в Англии тоже говорит о городе, который погибнет. В откровении вы наверное уже читали, смотрели. Вот это коротко о том, что будет по России и по охранному куполу по России это то, что наши телепатологи просмотрели. Ну, естественно, я еще до много лет изучал историю и занимался вопросами о национальной идее. Читал, искал высказывания пророков, святых собрал и в свою книгу. Здесь много пророков есть, я просто выдержку из вывода, которые сделаны, информация общая, из пророчества России. Новое учение придет из России, вера православная займет в сердцах достойное место, Россия пойдет путем Богом предназначенным, человек обнаружит сопричастность беспредельной свободе космоса. В народе хранится истинная вера Христа. Люди начнут восхождение к небу, к Богу. Русь новая, по старому образцу, общины управления законополагающим народным вечи, вернется к истокам древней жизни своей, ко временам равноапостольного. Русь есть под нож Боже престола Господне и будет как единая церковь. Россия есть церковь Христова, русский народ богоносец. Это информация от святых. Левитация летающая йоги в ютубе. Да, это есть в ютубе много информации. По левитации есть информация в книге моей чудеса прозрения, когда одножественно пришла к нам на курс, ко мне на курс, который я вел онлайн, не онлайн, а физическом офлайн и говорит, что вот у моей дочки проблема. Она встает утром, просыпается утром, и она в воздухе висит. И она боится, страшно упадет, можно как-то ей помочь. Но это мне заинтересовало, как это так левитирует. Ну, пригласил ее на встречу на курс, и с ней пошла работа, что с ней произошло дальше, как, вы прочитаете в этой книге. Сейчас Россию подняли на авторитетную высоту, это радует, благодаря евросским народ за оказываемую помощь. Благодарю Лера за это. А где географически будет Армагеддон? Армагеддон он уже сейчас идет. Это идет два как бы две чаши свет и тьма. Идет борьба. Борьба, ну, в тонком плане идет борьба. не в физическом плане. Хотя в физическом и тоже она. Я ответил, наверное, на этот вопрос. Так, еще, еще. Далее. Ну, вам, наверное, так, а будут ли проявлены инопланетные цивилизации? Да, конечно, они будут проявлены в свое время. Они уже сейчас проявляются, очень многие, но их скрывают. Информация о них проявляется везде. И с ними многие контактеры уже общаются. Они передают их знания нам. Есть разные инопланетяне с иных планет. Есть и светлые, и темные, есть и серые. 30 апреля 1962 года. Лера. И мне приходилось общаться со многими, с разными. война. Да, давайте сейчас пока не будем, потому что это много времени займет, обсуждение вот этих вот тем. Это можно вычитать, и в интернете очень много поступить информацию. Время уже достаточно. Вот у меня, допустим, уже половина третьего ночи. я с вами общаюсь. И я хочу еще рассказать о новом курсе, который я буду начинать 10 числа. 4 дня. 10, 13, 15, 17. Это уникальный, удивительный курс, который буду вести. и он называет этот курс разговор с создателем практический курс духовной диагностики и коррекции судьбы. что же на нем будет? Ну вот вы знаете, что Христос мог напрямую разговаривать с создателем. Это не значит, что Бог отвечал ему словами. Нет. Это чувствами. Вот когда со мной произошло такое событие, что я ощутил, и в книге это описано, что когда бы со мной общается кто-то большой вошел в меня, я спрошу, кто? Идет понятие, просто осознание, мое высшее Я. Как это со мной Бог разговаривает? Это не может быть. Что-то в меня требуется. Ну вот что там было, произошло, вы тоже можете почитать книги, как мой контакт с высшим разумом был. То есть с Богом можно разговаривать, и каждый человек сможет с Богом разговаривать. напрямую. Как этому научиться? Как понять? А понимать надо вот с чего. Известно из Писаний, что человек создан по образу и подобию Бога. И по его образу создана вся Вселенная. Все, что мы видим вокруг себя, лишь отражение в нас самих Бога. Вот любая информация, которую мы видим, идет от Бога. Положительное, отрицательное, все идет от Бога. Если мы начнем понимать и считывать эту информацию, принимать, что это не Федя, там Ваня, или какие-то там делают нам плохо, а все это идет от Бога, то мы будем просто считывать информацию, это понимать, для чего это нам дано. Научившись принимать в себе и вокруг себя Бога, мы сможем выйти с Ним на прямой диалог. Научимся понимать Его речь, обращенную к нам, слышать и принимать через знаки ответы на задаваемые Ему вопросы. Благодаря этим знаниям мы сможем выйти на причины своих недугов, нестабильности доходов, неудавшейся семейной жизни и получать ответы на любые вопросы с первоисточника причин бытия. И на этом курсе вы сможете получить опыт общения с Создателем Вселенной через познание в себе Бога. Научитесь производить диагностику состояния организма человека, его судьбы, исходя из первых причин их проявления. Также на этом буду проводить на этих встречах оздоровительные сеансы, сеансы исполнения желаний. Ну и многое другое. Вот на первом занятии вы поймете принцип духовной диагностики на основе свойств о структуре Вселенной и, что интересно, что важно, дело в том, что эпоха Водолея меняет не физическую структуру наших тел и тонкую структуру. Нам даются новые чакры. А уже есть эти чакры у людей. И вот об этом я узнал непосредственно от Христа. когда в какой-то момент связь была с ним и он пригласил Христос йога и прямо продиктовал этот йог название этих чакр, чакровых систем, функционалов. И всю эту информацию я буду давать, которая поступила мне на этих встречах, на первом занятии. Вы научитесь видеть новые чакровые системы организма, и определять уже у людей, разве человек, не разве, что темное в нем есть, что светлое, насколько он духовно очищен, не очищен, готов к перевоплощению, трансформации. это все будет вы узнать. На втором занятии вы узнаете о духовных функциях и значениях органов тела. Если у вас какие-то недомыкания в каких-то органах, вы поймете причины этих недомыканий, и будете работать над собой, убирая их, диагностируя. На третьем занятии, диагностика и коррекция судьбы. Вы определите, что в вашей жизни не так. Какие-то события вам не нравятся, вы будете анализировать их, прорабатывать себе, и будете изменять пространство вокруг себя. То есть, поняв причины, что с вами происходит не так, вы изменяете в себе пространство, эти события негативные, и изменяете окружающий мир. вы станете богами, которые могут изменить мир, создавать новые миры и пространство вокруг себя. И на четвертом занятии познакомитесь с методами духовной медитации любви, узнаете, как оставаться спокойным при различных катаклизмах, поймете, почему возникают недостатки в деньгах, и как эти недостатки себе устранить. В общем, интересный курс, я очень рекомендую его пройти, включиться. стоимость его не курс, а практикум коррекции судьбы. Ну, я называю это курс, практикум, как хотите, как убрать возникшую боль в правом яичнике, это уже индивидуальный вопрос, это на сеансе, это надо будет просто отдельно смотреть и работать, в чем я здесь не буду смотреть на эти вопросы отвечать честные. Это уже можно прийти, у меня будут консультации есть, индивидуальные консультации стоимость 6 тысяч рублей, или есть групповые консультации, где более детально рассматриваются проблемы человека, корректируется, формируется, стоимость 10 тысяч рублей, пожалуйста, это можно приобрести, и возможно сейчас вам сбросить ссылочку, как можно записаться на эти сеансы. Вот. А этот курс, да, вот целительный, нет, целительный сеанс это немножечко другое, но я сейчас о нем тоже расскажу о целительном сеансе. Так вот, этот курс, стоимость его 7 тысяч рублей, но для вас я сделал пониже, постарался, чтобы как можно больше человек смогли его пройти 5 тысяч рублей. Этот курс стоит, курс коррекции судьбы, ну, этот, полторы недели он дается вам на то, чтобы за 5 тысяч, а дальше он 7 тысяч будет стоить снова. Заболела на вебинаре. А, ну, вот я объясняю, почему это происходит. значит, когда идет энергия, вот смотрите, энергия вселенной, светлая, чистая энергия проходит через наши земли, идут катаклизмы, там, где тонко, оно рвется. То есть, если у вас там проблема находится, то из-за этого происходит ну, соединение от вашей темной энергии, пробивка светлой энергии, ощущение в болях. Это просто очищение идет, происходит реакция. курс стоит пять тысяч рублей, который называется разговор с создателем, или практический курс духовной диагностики и коррекции судьбы. в нем будет добиваться чакровой системе эпохи Водолея, раскрываться понимание, почему у нас, ну, я уже рассказал о нем. Духовная диагностика здоровья и коррекции судьбы, да. Можете его приобрести. И вот тут Елена сбросила еще информацию о консультации, а вот консультация она сбросила, Елена, да, можете приобрести, заказать индивидуальную консультацию за шесть тысяч рублей. И, Лера, тогда если убрать боль, просто пейте водичку и смазывайте кремом, который вы зарядили. Вот, который мы зарядили, все это будет помогать ускоряется и очистится в конце концов, боль снимется у вас. Ага. Ага. Так. И еще я хотел рассказать. Вот мы с вами заряжали воду. Вы его почувствовали с помощью рамочек, с помощью маятника, насколько мощный заряд оздоровительный был. буквально за эти полчаса мы сделали. Вот представьте себе, что я собирал информацию о здоровье, о знаках судьбы, о космических знаках трансформационных энергиях эпохи Водолея и вкладывал его в некий гармонизатор. и вот эта информация мощнейшая собранная за 20 лет дается в этом сеансе оздоровительном сеансе. Там любые заболевания, даже онкологические программы есть, разрушение онкологических программ. очень быстрый идет процесс очищения на генетическом уровне идет работа, на клеточном уровне. На этом сеансе, в записи которой он работает, заряжается вода, кремы, мази, с удивительными свойствами меняется, которые будут менять структуру организма, на клеточном уровне, на генетическом. При любых заболеваниях можете воду употреблять, пить. Вот я приведу пример, расскажу, женщина одна, ей операцию сделали на щитовидной железе, после операции зашили и отправили домой на Украине. Я ей посоветовал смачивать бинты этой водичкой. Через три дня она пришла, чтобы снимать швы, пришлось собирать консилиум, чтобы эти швы вытащить, потому что у нее все стало, начало зарастаться. Настолько быстро идет реакция от этой водички. Любые порезы, раны, швы, вот можно кремами и этой водичкой, уникальной, водичкой, которую я специально заряжал, формировал программу для воды, и вам эту программу даю в этом оздоровительном сеансе. Также в этом сеансе я работаю с вашими телами, непосредственно через видение, через структуру ваших тел, помогаю по здоровью. это ваш домашний доктор, намазал замечательного лидера, потом сообщите результат. Это ваш домашний доктор. И вообще желательно, чтобы вы этой водичкой пить постоянно, потому что энергии, космические энергии, и даже просто тех энергий, которые на нас идут, нестыковка внешней энергии и нашей физической энергией, той, которой мы обладаем, не гармонизирование наших внутренних энергий с внешней, дают болевые ощущения. А структура все усиливается, эпохи водолея, той энергии, приступающей из космоса, все больше и больше, и недомогание все чаще возникает у людей. Вот эта водичка, эти сеансы будут помогать вам в решении вот перестроечных программ энергии эпохи водолея. Быстрее будут отрабатываться кармические программы. Вот. И еще раз сбросьте, пожалуйста, целительный сеанс, который вы можете приобрести за 3000 рублей, но есть у меня подарок замечательный. Тот, кто идет на курс «Разговор с создателем», практический курс духовной диагностики и коррекции судьбы, тот получает этот целительный сеанс в подарок. вы можете его отдельно приобрести за 3000 рублей, а те, кто пойдет на курс, получают в подарок его. Так что дерзайте. Вот основные продукты, которые я хотел вам рассказать и дать. И еще у меня есть, конечно, как волшебник. От волшебника всегда ждут чудес, исполнения желаний. И вы, конечно же, ждете от меня чудес и исполнения желаний. Кто ждет от меня исполнения ваших желаний? Кто хочет, чтобы ваше желание было исполнено? Напишите в чате мне. Я хочу. Так. Ирена. Ирена, жду. Ирена ждет. Лера. Угу. 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 И кто не хочет? Есть такие. Так. Я хочу. Я. Угу. Замечательно. Прекрасно. Жду. Ну, раз так, раз все ждут сеанса, я расскажу, как получить желаемое. Вот у меня есть волшебная палочка. Самая настоящая, которая есть у волшебников. все помощи можно загадывать желания. И исполнять эти желания. Перед тем, как я вам загадаю, сделаю и запущу в видео свое ролик. Небольшой перерывчик. Мне надо. Печка у меня топится. Я печку заменю. Прикрою. А вам пока. Открою. Вот этот ролик. Мечты. Сбывается. Называется. Чтобы вы подумали о своих желаниях, которые бы вы хотели. О своих мечтах. Потому что любые желания ваши будут исполнять. Плывут седые облака в лазурь высоты. Я, как мальчишка, погружен в мечты, в мечты. И, изменяясь на лету, уходят облака в мечту. Они плывут, как сны, точь-точь, точь-точь, точь-точь. Плывут седые паруса торжественно чисты. Я, как мальчишка, погружен в мечты, в мечты. И, уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту, не в сила ветра превозмочь. Прочь, прочь, прочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Плывут седые паруса торжественно чисты. Я, как мальчишка, погружен в мечты, в мечты. И, уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту, не в сила ветра превозмочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Как происходит исполнение желаний? Ну, естественно, перед тем, как исполнить какое-то желание, надо его задумать, загадать. Загадывая желание, надо визуализировать его, представить, что необходимо тебе. И после этого запустить энергии. Я приведу такой пример, чтобы понятно было, как загадывать желание. Вот я сидел дома, летом как-то в деревне. С группой 10000, индивидуально 6000. Так вот, я сидел как-то дома, шел дождь 5 дней. Мелкий-мелкий такой. Такое муторное состояние. И вот я и захотел, чтобы было солнце. Вот я взял на одну руку это солнце, представил дождь, который сейчас, и на другой руке солнце. Закрыл глаза. Вот состояние, где солнечный день, легкость, свобода. Я вложил в состояние здесь и сейчас, где дождь. Я представил, вот сейчас я открываю глаза, и будет солнце. Поверил. Вот эта вера внутренняя произошла. И вот, когда эта вера внутри произошла, я почувствовал, я открыл глаза, дождя уже не было. А были только солевались облака, но минут через 15 и они исчезли. Точно так же можно создавать деньги, точно так же здоровье. Представляем себе здоровый организм, тело. Легкое, гибкое. Формируем сознание и вкладываем его в то, что сейчас. Убираем тот негатив, который существует. И верим, что наше тело стало таким. Поэтому, кто готов материализовать свое желание, его надо будет сложить вот сюда, вот в этот шарик. О, бой прошла, Лера. Прекрасно, замечательно. Спасибо за информацию. Надо будет сложить сюда. Этот шарик, в нем содержится информация вот о... Да, что-то... Она переключается плохо, не очень-то удобно просматривать. Сейчас покажу. Вот такой... Вот в этом шарике вот такая вот структура формируется. Когда вы идете туда, вам необходимо войти внутрь этой структуры и там загадывать свое желание. Понятно? Вашу готовность, ваши плюсики. Что вы готовы уже загадывать желание. Ага, есть. Все. Все. Замечательно. Все слышат меня. Значит, кто побоялся, что уже кто-то меня не слышит. Итак, внимание. Включаемся. Включаемся. Берем два состояния, которые сейчас и создаем то, которое вам необходимо с исполненным желанием. И вкладываем его внутри, в центре идем мысленно этого шара, который соединен со Вселенной, со структурой Вселенной. И вкладываем эту информацию в структуру Вселенной, гармоничную. И убираем ненужные события, формируем нужные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Даю еще время, чтобы почувствовать, что она уже исполнилась в тонком плане, что она здесь и сейчас. Продолжение следует... Молодцы! Еще минуточку... Готово! Итак, взмах волшебной палочки. Я запускаю энергию в ваше пространство, которое сформирует новое событие для вас. Раз, два, три. Исполнение желаний! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Хотел бы услышать ваши отзывы, что вы получили, что вы ощутили. Ощутили ли вы, что ваше желание уже исполнено в тонком плане? И только осталось какое-то время подождать, чтобы оно появилось. У кого-то, может быть, уже это желание исполнилось? Уже исполнилось у Леры? Замечательно! Да! Почувствовала! Исполнилось! Пало! Кто ничего не почувствовал, тоже напишите. Минус! Да, я ощутил в руках уже, получил предмет подтверждающий. Замечательно! Материализация произошла. Благодарю! Процесс запущен! Прекрасно! Еще! Да, конечно, завтра исполнится, я уверена. Вот это то, что уверенность, это главное, что у вас есть уверенность, значит, все. На уровне чувств, да. Но, значит, уже на материальном уровне вы уже считали эту информацию, и все проявится. Да! Ольга? Благодарю, все сбылось, уже сбылось. Интересно, что же. Хотелось бы, чтобы вы о своих шеланиях, которые сбывались, написали отзыв. Елена, можете сбросить в чат страничку отзывов? Благодарю за помощь. Да, ощутила меня до сих пор койт энергии. Возбуждение приятное, да, все сбудется. О сроке исполнения желаний можно указывать? Ну, если... Пожалуйста, укажите, если есть желание такое. Вошел поток, благодарю. Сегодня полнолуние, увеличивать силу намерения. Верю, что сбылось. Благодарю. Угу. Сейчас посмотрю, может быть, сам вам ссылочку дам на... Моё желание сбудется через два месяца. Так. Ещё. Ещё ответы. Так, тогда вот, да, свершилось. Я принимаю. Замечательно. Вот, у кого сбылось желание там, чтобы оставьте отзывы. Вот здесь вот, пожалуйста. Возьмите себе на заметочку. Возьмите себе, запишите его где-то. Не запишите, а скопируйте. И отзыв обязательно оставьте. Потому что это важно, чтобы и другие знали о том, что ваши желания сбываются. Идёт такое приятное волнение, радости. Да будет так. Вот, когда-то к Христу подошли несколько человек, покажённых, и попросили помощи. Он сказал им, идите. Они пошли. И вдруг почувствовали все, что они исцелены. Один вернулся и поблагодарил. Остальные... Все были исцелены, да, все. А почему вернулся только один? И вот я хотел бы, чтобы вы тоже... Здесь замечательно, что вы поделились. А чтобы другие узнали о том, что вы... Что ваши желания во время сеанса, во время встречи сбываются. Вот поэтому, чтобы вы... Хотелось бы, чтобы вы эти свои желания рассказали там. Ещё. И моё скоро сбудется. Ну что ж. Прекрасно. Но это ещё не всё. Есть ещё чудеса. Которые вас ожидают. Вы любите сказки, как я уже знаю. Да? Кто любит сказки? И кто смотрел сказку обыкновенные чудо-фильм? Так, Зинаида смотрела. Татьяна. Угу. Так, все смотрели, да? Обыкновенное чудо. Там волшебник рассказывал, сочинил сказку, создал сказку. Медведя в человека превратил и реальных героев пригласил для развязки, для работы в этой сказке свою. То есть он просто наблюдал за ней, создал условия для реализации этой сказки. А дальше, как пошла раскрутка. Я сделал свою сказку. Создал. Что это за сказка? Которую приглашаю участвовать в вас. Вот представьте себе. Некое сказочное государство. В этой стране живут сказочные герои. Ангелы, волшебники, феи, мастера сказочных дел, мастера по самым различным видам услуг, простые жители. И сказочные герои, ангелы, волшебники, феи, помогают жителям сказочного государства в решении любых задач, исполняют любые желания. Но, конечно же, сами жители тоже в долгу не остаются и оплачивают свои желания добрыми делами, которые записываются в банки знаний сказочного королевства. За свои добрые дела жители получают бонусы из бюджета волшебного государства. Виртуальные деньги, на которые они могут приобрести любые услуги. Получается, за каждое доброе дело получают свои бонусы. ПАЙ Сказочное государство имеет свой бюджет. Собственно финансирование, финансирование, основанное не на налогах и сборах, а на паевом совместном участии всех жителей в благих делах. Любое благое дело награждается паевыми начислениями или бонусными коэффициентами общественной активности. То есть все думают о других, вот как мы сегодня в чате. Думая и исцеляя других в своей мысли, мы получаем возврат исцеления себя. От всех усиленных. Вот в этом сказочном государстве будут жить или жить счастливо, не болеть, исполняя все свои желания. Кому хочется, кому бы хотелось жить в таком сказочном государстве, где за каждым человеком закреплен свой ангел, исполнитель, помогает в решении ваших задач. Если вы имеете из каких-то сами мастер в каком-то деле, то предлагаете свои услуги, и ваш ангел помогает вам в реализации ваших услуг, находит клиентов вам. Я, я. Так, Зинаида желает уже жить в таком сказочном государстве. Только Зинаида. Понятно. А другие не хотели бы жить в государстве, где желания исполняются, да? Анна. Сейчас есть такое государство, это всеобщая страна, всеобщая мира строит рай на земле. Да, рай на земле. Конечно, хочу, я хочу, хотя ангелы и здесь всегда со мною, но вот ангелы из тонкого плана, а еще мы можем играть сами роли ангелов, волшебников, мастеров сказочных дел и помогать другим в реализации и вживании. Так вот, сейчас создается сайт программного обеспечения этого проекта, разработанного проектом мной, который называется «Империя добра». Я записываю сейчас людей в таблицу, в таблицу исполнения желаний. Вот эта таблица, сейчас попробую снова войти, войти в эту табличку, в таблицу исполнения желаний. Запустите ее здесь. Вот анализ таблицы исполнения желаний. Вот анализ таблицы вы вносите вот те, кто приобретет продукцию, любой продукт из сегодняшней встречи, будет приглашен зарегистрироваться в такую таблицу. Вот видите, там есть приобретенный, приобретаемый продукт, вот пятерочка и сумма пая. то есть вы уже с этим продуктом вносите в структуру государства пай свой, это доброе дело приобретения этого продукта, книги, курса и вам за это будет начислено определенные бонусы, на которые потом можно приобретать любые услуги в этом сказочном государстве, когда она будет создана. далее так удобнее будет дальше здесь покрупнее вы видите, что здесь есть несколько открываются внизу вкладочек и открываем вкладку которая называется продукты и услуги вот те продукты которые я вам предлагаю книга национальной идеи на Руси чудеса и прозрения книга целительный сеанс курс духоведения под пятым вот как там было это диагностика судьбы курс который стоит 5 тысяч рублей и сумма пая 500 рублей и так далее то есть вы выбираете то что вы заказываете потом вставляете туда в этих в этом таблице дальше заполняете ну свои конечно данные где вы откуда чат скайп и ваши желания ну у человека обычно не одно желание вот сегодня мы одно желание исполняли а множество различных желаний где эти желания найти да вот так же открываем вкладочку желания и там под цифрами видите здесь 1 2 4 7 вот такие вот через точку запятой вот их можно брать вот здесь открываем вкладочку я желаю допустим создать собственный бизнес решить проблему здоровья там от полтергейса избавиться мало ли какую-то реализовать собственную мечту какую найти любимого человека и так далее обрести здоровье владеть иностранными языками любую вот под цифру берете и записываете ее и через точку запятой там другую цифру которая еще какое-то желание много желаний что вы хотите заказывать вот далее заполняете следующие графы темы интересов участвую в проектах наличие кошельков могу предложить зачем это надо но чтобы исполнить ваше желание в первую очередь надо узнать что уже у вас есть на чем вы обосновались ваш фундамент этого фундамента писать или строить ваш фундамент потому что не все желания моментально исполняются их надо реализовывать а для этого что-то надо там или деньги заработать или там проработать какие-то программы или допустим реализовать ваши услуги или еще что-то и ищем и создается специальная группа команда которая помогает вам в решении ваших задач связывается с вами через ваших ангелов которые будут закрепляться за каждым человеком или вы сами можете стать ангелами и решать проблемы других людей естественно получая спаевого какой-то суммы спаевых спая этого человека при реализации любых программ вот далее конечно вы смотрите это точно такая же такой же список есть под номерами и через точку запятой вы вписываете соответствующие графы колоночки те желания те интересы какие проекты участвовать и кошельки формируете потом это все будет в базу данных программную базу данных которая создается на чате и легче будет находить работать с вами потому что даже ну сто тысяч две тысячи сто тысяч человек будет ну попробуй всех определить у кого что надо а здесь выбор есть программное обеспечение поможет определить кому что надо реализовать вот как я так также вы можете рассказать о себе вот я себе рассказал вот так вот примерно вот вы можете свое видение свое позиционирование как вас представлять для других людей ну и дальше ну если допустим какие то есть просьбы ко мне и отзывы вы тоже можете внести конечно каждому я не смогу отдельно уделить внимание но команда будет работать помогать вам в решении тех или иных задач вопросов вот как-то так азинаида уже купила книгу вам будет выслано письмо и помогут вам уже зарегистрироваться в чате если вот сегодня покупка книги была то или через галину или через помощников вы можете вписаться в эту таблицу указать под номером каким кто вас пригласил вот кому кто бы хотел попасть в такую таблицу напишите я запишите адрес скайпа галины елены татьяны зинаида я под z в английском алфавите и она хотела бы вот вы можете приобрести любое книгу заходь за 300 хоть за 500 рублей и все равно вы будете пойдете в эту таблицу можете себя зарегистрировать в эту таблицу я планирую что уже вот в феврале и будет создано программное обеспечение я буду ваши данные сохраняться в этой таблице и собирать вас буду рассказывать более подробно о сказочном государстве волшебника Куасунья и как в нем участвовать как действовать какие правила в нем есть существуют вот все что я мог на сегодня я планировал я вам рассказал какие у вас вопросы есть еще ко мне благодарю за внимание очень рад был с вами встретиться и надеюсь не в первый раз и не один раз еще мы будем встречаться и будем тесно сотрудничать всего доброго исполнения ваших желаний передаю слово Галине и Галине и Татьяне кто возьмет огромное вам спасибо Друзья подошло к концу выступления Андрея кстати меня слышно хорошо а то все время у меня бывают какие-то неполадки со связи благодарю вас Андрей за ваше очень интересное насыщенное познавательное выступление наполненное вашей душевной теплотой спокойствием безмятежностью счастьем и любовью Друзья кому понравилось выступление нашего спикера прошу поставить воскресательные знаки или плюсики так хорошо поблагодарим поблагодарим за такую содержательную интересную да беседу с нами выступление также хочу поблагодарить всех кто сейчас с нами столь поздний для нашей средней полосы час конечно же мы приносим извинения за то что получился этот сбой технический и да и так состоялось выступление нашего мага и волшебника Андрея Плетенчука Андрей предлагает для приобретения продукты следующего содержания практику духовная диагностика здоровья коррекции судьбы курс состоит из четырех занятий 10 13 15 17 февраля начнется он в 20 0 цена его 5000 рублей я коротко о всех тех продуктах которые он предлагает я думаю он очень подробно обо всем рассказал и если будут еще какие-то вопросы тогда мы на них ответим а пока я про те продукты которые он предложил книга чудеса и прозрение цена этой книги 500 рублей дальше курс духоведения в записи цена его 3700 целительный сеанс цена 3000 рублей консультация с Андреем Клетенчуком 6000 рублей и с его группой 10000 да вот у нас пошли скидочки в течение какого времени произвести оплату имеется ввиду наверное на практику до 10 желательно потому что нужно будет еще время связаться чтобы подтвердить что это ваша оплата просто тут технически желательно было бы произвести это пораньше просто имейте ссылки хорошо ссылочки консультация с Андреем Клетенчуком так оплату оплату рекомендуется произвести все таки до 1 февраля для тех кто хочет это сделать так как мы производим оплату у нас есть такие реквизиты для оплаты как Яндекс Кири карточка Сбербанка WebMoney PayPal Western Union Mooneygram Золотая Корона на практику цена будет повышена если можно заказ заказ сам сделать нужно сегодня а проплату вы произведете до 1 февраля вот таким образом выбирайте какой вид оплаты вам подходит и обращайтесь к нам заходите в Skype да вот Skype есть ссылочка на Skype но заказ можете сделать конечно сегодня оплату до 1 февраля дальше после того как после того как оплатите мы должны будем вы свяжитесь с нами чтобы подтвердить свою оплату те кто покупает тренинг записи духоведения те включаем в чат тренинга ну то же самое да где можно будет задавать вопросы Андрею и где можно будет общаться по тем или иным вопросам там там идет обмен мнениями происходит общение спикеры задаются вопросы и он их и он на них всегда ответит так что еще какие какие у нас еще будут вопросы люди которые ждут меня в приватном чате вы что-то хотели спросить или случайно нажали тут еще вот такой вопрос кто-то ждет меня в приватном чате или это случайное нажатие на кнопки если вопросов больше нет то тогда значит и случайное нажатие разговор с создателем практический курс духовной диагностики и коррекции судьбы курс состоит из четырех занятий они будут проходить 10 13 15 17 февраля 20.00 на первом занятии вы узнаете о методах и формах духовной диагностики на этом занятии вы поймете принципы духовной диагностики на основе знаний свойств о структуре вселенной узнаете о чакровой системе человека эпохи водолея научитесь видеть энергетические центры в теле человека это первое занятие второе занятие духовной диагностики коррекции здоровья человека на этом занятии вы узнаете о духовных функциях и значениях органов нашего тела по состоянию органов нашего тела вы сможете определять духовные причины возникновения заболеваний и методы их исправления третье занятие диагностика и коррекции судьбы если у вас что-то в жизни происходит не так если вас если на вас злословят притесняют подавляют обборовывают если не ладится отношение в семье с другими людьми то ищите причины в самом себе убирая причины этих симптомов вы убираете и их следствия четвертое занятие медитации любви на этом занятии вы узнаете как оставаться спокойными и рассудительными при различных катаклизмах жизни познакомитесь с методами духовной медитации любви поймете почему у вас могут возникать недостатки в деньгах и как этот недостаток в себе устранить на занятиях получите сеансы по гармонизации состояния внутренних органов и системы организма в сочетании с космическими энергиями эпохи водолея нового человека будут проводиться сеансы материализации ваших желаний это очень важно стоимость участия но только сегодня для слушателей этого мероприятия 5000 рублей нажимаем кнопочку купить и оформляем заказ для того чтобы оформить заказ достаточно ввести ваше имя e-mail телефон желательно skype и потом до 1 февраля выбрать способ оплаты данного вида тренинга для этого вы выбираете удобный для вас способ оплаты это может быть карта сбербанка яндекс кошелек киви пейпал приватбанк вестерн юнион юнистрим или золотая корона еще нам предлагают духовную диагностику так нет духовную это я уже про это говорила так духовную диагностику курс духоведения в записи предлагается нам целительный сеанс консультации с Андреем Плетенчуком и его группой и книга чудеса и пророчества еще он нам предлагает предложил такую интересную вещь как заполнение карты исполнение желаний это тоже такая ну анализ таблицы анализ таблицы исполнения желаний эта таблица открывается тогда когда вы заказываете хотя бы один его продукт после этого она открывается и вы заносите все то что он показал в своем ролике будут еще какие-нибудь вопросы осталось насущего так мало 12 человек я так думаю что вопросов наверное больше нет всем все понятно все кто хотел тот все услышал так что еще смотрим вот относительно записи мы что-то тут мало указали Леночка скинь пожалуйста относительно записи относительно записи запись будет для этого надо войти на мероприятие зарегистрироваться в группах да потом пройдете по ссылкам и там будет вся для вас информация и записи по дням и предложения от спикеров вот вот и ссылочки пошли как хорошо для оставшихся друзей в нашем на нашем мероприятии дорогих друзей хочу сделать небольшое объявление о завтрашнем дне завтра 24 января у нас выходной день выступлений спикеров не будет продолжение наших январских вечеров 25 января начнется в 19.30 с выступления Веры Абушек с темой «Узнай шифр своей судьбы и открой новый путь в своей жизни» вторым участником будет Олег Даргор в 21.30 выступит с темой «Сила рода практики повооружения» ты получишь родовую медитацию призыв «Сила рода» снафет м чтобы было в 2.30